Ребята, привет! Итак, вчера буквально я снял видео новое свое про... Как я его назвал? Степен для умных приложений. То есть здесь можно зарабатывать не ногами, а своей головой. То есть приложение платит за то, что мы изучаем английский язык. Я думаю, многим, наверное, с детства английский язык это что-то страшное, что-то такое, которое из-под палки нас заставляли учить. Но здесь все прикольненько сделано, и плюс за это платят криптовалюту. Вчера прикидывали, сколько в прошлом видео можно заработать. Я купил там, ну, опять же, здесь с вложениями. Не так, конечно, как в Степен. Не надо тут за полторы тысячи покупать кроссовки. Здесь можно начинать, мы вчера там смотрели, по-моему, 70 чем-то долларов. Начиналась инфт-шка вообще там с 50. Пока я думал, за это время уже подрос, по минимальной пробы, этот прайс на инфт-шке подрос до 78. Сегодня, по-моему, еще больше стали там. Ну, посмотрим дальше. Смотрите. Также, ребята, кто первый раз смотрит мои видео, меня зовут Олег. Я больше 10 лет зарабатываю в интернете, именно в интернете. За это время попробовал разных проектах зарабатывать. У меня просто такой стиль подачи, чтобы вы понимали. Я нахожу какой-то интересный мне проект, я все называю инструменты финансовые и стараюсь на нем заработать. И показываю это, так сказать, такое реалити-шоу, можно сказать. Вы сразу видите, если я где-то там деньги прошляпил, да, или еще что-нибудь, то вы это видите. Если где-то заработал, то вы это видите. Все тут сразу показываю. Тем более, сейчас скрипта, сейчас все просто, все тут. Это не так, как раньше, я помню, когда начинал, когда рисовали там какие-то ребята, какие-то пруфы рисовали там в этом пейнте или там в фотошопе и показывали за свои результаты. И все думали, вау, круто, классно. Сейчас все проще, сейчас скрипта, все открыто, все можно посмотреть. Поэтому, кому интересно именно разные инструменты финансовые, я к тому же стараюсь разбирать их именно с точки зрения психологии. Как кто-то, один из миллионеров сказал, что у нас не будет проблем с деньгами, когда мы научимся контролировать свои эмоции. Вы сами знаете, да, есть такой даже там индикатор страха и жадности, по которому определяет, когда покупать, когда продавать криптовалюту, биткоин. И, ну, я скажу, что с деньгами в любом проекте, где замешаны какие-то деньги, это все срабатывает. Всегда нас контролирует и уровень нашего заработка зависит от контроля наших эмоций, именно страха и жадности. Также, что еще интересно, у меня есть свой телеграм-канал, заходите, подписывайтесь. Здесь много очень проектов и без вложений, и с вложениями. Опять же, все на своем опыте прохожу, показываю, сколько можно зарабатывать на разных проектах. Так, еще для тех, кто, опять же, тут много поклонников именно механики степен. Недавно, вот я видео, тоже снимал новый степен без вложений, новое приложение, на котором теоретически можно зарабатывать до 100 долларов в день. Я рассказал, почему я так считаю, что за приложение. И здесь также, в чем плюс и отличие от степен, что здесь не нужно вообще никакие NFT покупать, никакие кроссовки за полторы тысячи долларов. Здесь все можно зарабатывать, их крипту, без каких-либо вложений. Пока крипта, к сожалению, на данный момент не торгуется, но за нее там можно какие-то товары покупать. Ну, я такую стратегию себе выбрал, что я сейчас коплю эти монетки, а потом летом они выходят на биржи, начинается торговля. За это время как раз можно хорошенько накопить монеток и потом уже можно все это продавать или смотреть там, или холдить, смотреть, как будет курс расти. Все знают такое правило 1.9.90. Кто заходит в тему в самом начале, первые 10% времени, те зарабатывают 90% денег. Поэтому я стараюсь заходить в разные темы в самом начале, на предстартах. Поэтому, опять же, буду в дальнейшем для новичков рассказать и про лаунчпады, и про всякие пресейлы, и просто про всякую инсайдерскую информацию. Разные проекты, которые только там выходят на старте, где можно сделать именно иксы и зарабатывать хорошо. Даже с минимальными вложениями, а в некоторых проектах вообще без вложений. Так, на этом вводная часть закончена. Сегодня буду коротко отвечать на вопросы по именно вчерашнему видео и по этой программе, даже не программе, ну да, будем называть программу или сайт, на котором можно зарабатывать, изучая английский язык. Называется она Let Me Speak. Ссылка есть у меня в телеграм-канале. Здесь, ну, суть для новичков, вы покупаете NFT-шку, выполняете задания, английский язык, там изучаете слова, все просто, там элементарно. Я, если нужно, напишите, кстати, в комментариях, если нужно саму механику, как именно зарабатывать эти монетки, я сниму отдельное видео. Там вчера, там, буквально, там, не знаю, минут за 40, там, за полчаса я заработал эти первые, там, свои 6 USDC долларов, ну, точнее, их монетки, которые можно обменять сразу. Но я их пока менять не буду, опять же, я сюда захожу, пока это все, ну, можно сказать, такая начальная стадия, я вижу, как растут эти NFT-шки, я вижу, как начинает появляться очень много обзоров, как эта тема качается. Поэтому я люблю такие темы, когда заходить, когда еще никто не знает, и вижу, как динамика эта начинает разрастаться. Поэтому тут тоже несколько проектов скоро выходят у меня на телеграм-канале, которые там тоже сейчас очень мощно будут раскачиваться. Итак, смотрите, давайте по вопросам, что тут задавали. Так, вот, Георгий, добрый день, столкнулся с проблемкой, как перевести SOL с Binance в LMS. Насколько я понимаю, нужно создавать какой-то мост. Смотри, Георгий, сейчас я тебе покажу, как здесь все происходит. Для того, чтобы здесь зарабатывать и купить эти NFT-шки, мы в первую очередь, ну, например, какой-нибудь кошелек Phantom ставим себе. Можно там на телефоне ставить, по-моему, я не ставил, но, по-моему, есть и на телефон уже выпустили. Но я поставил браузерное расширение, которое потом заходишь и привязываешь просто к своему аккаунту. Дальше, для того, чтобы купить, например, этот персонаж NFT, я на Binance покупал USDC и закидывал на этот кошелек. Также там надо хотя бы, ну, какое-то минимальное количество монет SOL, потому что это сеть Solana, и она берет комиссию для того, чтобы купить эти персонажи. Потому что я столкнулся, я просто забыл, купил там USDC, и оно мне не давало купить эти персонажи, потому что транзакции все подписываются через SOL. Это там минимальное количество, но оно должно присутствовать. То есть здесь все просто. Дальше та же самая свапка есть, которая можно, ну, зарабатываем мы определенные там, например, на аккаунте, сколько у меня там, 362 монеты. Можно их прямо сразу вот здесь вот там, Max, ставим сюда, и за USDC их продаем, свапаем. Какие-то проценты там, естественно, берутся, вот он курс, и сразу мы получаем USDC на кошелек, и с кошелька можно уже выводить их там, например, на тот же Binance, продавать, и сразу там, или покупать новых персонажей. Я уже купил себе там, сколько штуки, 4, наверное, да, и сментил еще там парочку. Вот они. Кстати, вопрос мне такой задали. Ребята, объявляю конкурс. Ответьте, ну, подписчик задал такой вопрос. Для того, чтобы сментить новый персонаж, нужно обязательно покупать мальчика и девочку. Ребята, напишите, пожалуйста, внизу в комментариях свой ответ. Естественно, это юмор, естественно, это давайте поучаствуем. Плюс, опять же, всегда у меня конкурс, как только набирается 50 комментариев, лайков, я разыгрываю крипту, которую можно в стейкинг отправить. Так что, задавайте вопросы, отвечайте на вопросы, всегда будет это вознаграждаться. Так, смотрите, ребята, дальше следующий вопрос. Так, еще задавали вопросы. Так, 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 крутая тема, мотивирует. Да, вот я тоже, мне английский давно уже, я, наверное, со школы пытаюсь его изучить, но настолько отбили все желание с этим негативом, так, кортизоловое закрепление школьное, что только так через заработок мы крипты смотивировался изучать английский. Так, вот смотрите, Кайлен или Килен 911. Откуда они деньги берут, чтобы оплатить тебе по 2 доллара? Смотрите, ребята, это больше вопрос, конечно, для новичков. Отвечу, естественно, так. Ну, оттуда же, откуда и берут, например, биткоин. Люди создали криптовалюту, она, естественно, вызывает интерес у, например, таких, как я, да, и других людей. И мы готовы платить, покупать, вот, например, за USDC, да, USDC, они обеспечены, там, каким-то определенными, там, стейблкоинами, например, да. Ну, это вообще по-простому я рассказываю. То есть, эти 2 доллара, они не 2 доллара платят. Давайте откроем. Они платят каждый, там, персонаж, например, да, Marketplace, там, вот мы смотрели вчера, там, например. Вот он пишет, смотрите, 3 до 3 долларов USDC, но это в монетах L-Star. То есть, люди, ты идешь потом на свапалку и покупаешь, меняешь их за USDC. Кто-то из людей готов свои USDC сюда, ну, как бы, закидывать, да, ликвидность создавать и покупать эти монеты. То есть, все, как с любой криптовалютой. Никакая криптовалюта не имеет своих, там, долларовых запасов, да, там, только стейблкоины, они обеспечены криптовалютой. И то, где не все уже, как бы, разбираться начинают люди. А так, естественно, как в любом рынке, на любой, с любой криптовалютой, все обеспечивается только спросом и предложением. Никакие, как многие там говорят, скам, пирамида, да, хайп. Естественно, вообще на все можно посмотреть, что это скам, пирамида, и везде найти можно эти признаки, элементарно. Тот же биткоин, по-моему, там, кто там, Роскомнадзор назвал там пирамидой. Признаки пирамиды нашел. Я, как бы, не против и не за, потому что, если посмотреть на любое, там, предприятие, например, да, фирму, там тоже можно признаки пирамиды найти. И какие-то, я не знаю, там, какие-то, о каких-то государствах найти какие-то, там, эти, организации и посмотреть. Кто-то всегда сидит сверху и зарабатывает 90% денег. Остальные, кто пошустрее, поумнее и порасторопнее, те заходят в, ну, первое, первый процент, опять же, этот принцип 1, 9, 90. Первый процент это забирает, ну, контролирует 99% всего заработка в любом проекте. Вторые 9%, которые заходят, это те люди, которые, вот, как мы с вами находим варианты, видим возможности, используем эти инструменты для себя. И мы имеем доступ уже к 90% всех денег, да, и те, кто шустро заходят, быстро реагируют на это, те, большая вероятность зарабатывать. То есть, это те деньги, которые, ну, те люди, которые видят возможности и, естественно, заходят в высокорисковые проекты. То есть, если я вам буду сейчас рассказывать, что это 100%, там, вы здесь отобьете, или в каком-то другом проекте, который вообще там, ну, присутствует на этом рынке. То есть, если я так начну, смотрите, ребята, вы покупаете этот персонаж за 86 USDC, и там делим, например, там на 3 доллара, и вы там за 30 дней отбиваете, или там за 25, а дальше вы, чистая прибыль идет. Это вранье, если вы таких людей где-то встретите, никто вам ничего не может гарантировать. Вы уже, наверное, многие поняли, что есть такой риск-менеджмент, и если раньше люди думали, что на работу ходить, и они ничем не рискуют, то вы видели, что произошло во время пандемии, и вообще, сколько людей потеряли работу, которая оказалась вообще безрисковой на всю жизнь до пенсии. То есть, большой риск, это не всегда плохо, большой риск, это всегда возможность, не гарантия больших-больших прибыли, а возможность. И работая именно с риском, как с переменной, люди зарабатывают большие деньги. Я думаю, вы это видите уже вокруг, и сами, наверное, на себе это тоже попробовали. Так, ребята, смотрите, давайте еще вопрос посмотрим, поэтому, этот я ответил, сайт выглядит довольно привлекательно, многообещающе, целковский, затузымунет. Ну да, подобию, подобию, конечно, сделает, конечно, будет. Сейчас вообще тема такая, хайпит именно заработок за какие-то действия. Я уже на своем канале рассказывал про тему «Спи и зарабатывай». Вот это вот крутое приложение, можно там постоянно, даже когда ты спишь, когда ты ничего не делаешь, вот это вот именно то, к чему надо стремиться. Просто запустил это приложение, и все, и балдеешь, оно зарабатывает тебе крипту. Так, так, N1 Cartman. Друг, рассказывай обязательно про токеномику, на каком этапе сейчас токен, потому что люди, если зайдут на пампе, то они очень много потеряют, сегодня окупаемость 30 дней, завтра 15, а через 2 дня курсы дампели и окупаемость 6 лет. Плюс тут есть еще система бойдинга, ты это назвал минтингом, и система соколар, шипа, сдача НФТ в аренду. Вот пока сдачи НФТ в аренду нет, но обещаю сделать в ближайшее время. Это очень важные механики. Ну, видно, что человек глубоко погружен в эту тему, опыт серьезный, вообще такие вопросы очень редко я встречаю, красавчик. Я как раз тоже хочу людям доносить именно с такой, и доношу до людей именно такое, чтобы они видели основу, чтобы не думали, что там увидели красивую обертку, или там им кто-то на уши навешал, рассказал про 100% гарантии, и они побежали туда отдавать последние деньги. Естественно, я зашел сюда, потому что совсем недавно эта тема, и есть большое комьюнити. И что еще тут можно сказать? Тут спрашивали, где торгуется? Вот, торгуется она на бирже Мекс Ц, Global. Не самая, конечно, топовая, объем за сутки 155 тысяч, что тоже меня, собственно, радует. Пока маленькие объемы, и смотрите, монета, в принципе, от 0.1 до 29 почти 3x сделала, тут идет коррекция небольшая, но объемы маленькие, и это говорит о том, что есть потенциал. Здесь нет еще китов, которые могут сейчас задампить, там, вылить какой-то объем. Но, опять же, есть из рисков здесь то, что, естественно, я еще до конца не знаю, сколько тех же монет, и какая токеномика именно в данном проекте, сколько монет у команды находится, потому что команда, это всегда, вы сами знаете, что это всегда беда, всегда человеческий фактор, всегда какой-нибудь админ, особенно если это первые проекты, они, когда видят, у них, например, этих токенов лежит там несколько миллионов, и они видят цену токена, например, 1 доллар, и у них в голове сразу падают шторки, они видят эти миллион долларов эти, умножают на свое количество токенов, и идут на биржу, все сливают, убивают тем самым проект. Очень много таких проектов видел, поэтому осторожно к этому отношусь, захожу сразу, как всем, и советую заходить только на те деньги, которые не боишься потерять. Вообще к деньгам и к денежным инструментам относиться только как к игре. Тогда будет все по фану, классно будет все расти, доход, и вы будете кайфовать от этого. Если вы будете относиться к этому очень серьезно, и ставить последние деньги, там откуда-то их выдергивать, и там вообще там что-то там, не дай бог, кредиты брать, то это будет все беда, и всегда будут негативы, и какой-то не надо такой опыт. Можно включать эмоции, выключать, точнее, эмоции, включать голову, и с холодной головой подходить, и кайфовать, и зарабатывать спокойно деньги. Тем более в криптовалюте сейчас этих инструментов очень много. Так, ребята, смотрите, основные вопросы я поотвечал, те, которые, ребята, еще, может, не заметил вопросы, пишите. Также под, опять же, конкурс, напоминаю, пишите, задавайте вопросы, какие вопросы вы еще хотели бы, ну, какие вопросы хотели бы получить ответы по данной теме. Все комментаторы, которые пишут осознанные, осмысленные комментарии, не просто привет, я залетел, красавчик, дай мне приз, участвует в конкурсе. Для этого нужно поставить лайк, написать осмысленные комментарии, и подписаться на мой YouTube-канал и Telegram-канал. В Telegram-канале там тоже очень много интересных проектов. На этом все, друзья, до новых встреч!